Всем привет! Добро пожаловать во влог на пару! Сегодня начинаем влог с вот таких замечательнейших цветочков. Ууу! Весна! Весна, весна! Красота! И здесь оливковое дерево, а здесь что-то похоже на пальмечки. Смотрите, какие клевые шишки! Шишечки такие красивые! Ммм! Очень прикольные! Я вам сегодня начала влог снимать с растений и продолжаю. А вот это похоже на сакуру, как вы думаете? Мне кажется, похоже. Просто же дерево с цветочками. Значит, наверное, это сакура? Или еще что-то? Снова здравствуйте! Я уже здоровалась, но только цветочками. Мы приехали в городок, который называется Сабадей. Центр. Здесь ну такой симпатичный центр. Маленькие такие домики. Ну, невысокие. Розовенький домик. И здесь тоже симпатно так. Я так понимаю, что... Ну, это не прям центральная площадь, но... А где же центральная площадь? Вот в ту сторону, по-моему. Вот это... Там Рамбла. И там как раз вот центральная площадь. Вот такой домик. Буду сегодня вам показывать домики. А это, наверное, какое-то серьезное учреждение? Там, где в прошлый раз, мне идет закопка какая-то... Ой, слушай! Вот он, господи! Кто? Кто-кто. Самый главный их. Самый главный их. Самый главный их. Понятно? Вот. Вы знаете, где-то я прочитала, не помню, какой-то комментарий на какое-то видео, и там было написано, что ходите, ничего не знаете, просто домики какие-то показываете. Ну, вообще, мы в Москве так же ходим. Мы просто наслаждаемся красотой архитектуры. И я лично вообще не запоминаю никогда никаких подробностей и ничего. Из них экскурсоводческий канал. Да. Я чаще всего... Даже когда вот экскурсия идет... Экскурсический канал. Да, думаешь? Когда экскурсия идет, я слушаю, мне интересно, мне очень интересно. Но вот есть люди, которые моментально все запоминают, на всю жизнь становятся энциклопедиями. Я вообще ни разу не энциклопедия. Я просто... Ну, что ты с до мной идешь? Я просто даю тебе представить, как его зовут. Я просто вот слушаю. О, классно, ой, интересно, ой, замечательно. И все. У меня мозг вообще на это не работает. Ни на даты, ни на исторические какие-то вещи. Вот, памятник. Привет, памятник. Ну, что не читать? Что, что писать? Мы очень творческие. Вот, пожалуйста. Мы очень творческие. У нас в мозгах ничего не держат. Да, какое-то... Что-то еще красивое. Там лепнинка какая-то. А, красная с ним, да. Да. Красная с ним. И главное, кто-то... Этого человека сняла? Сняла этого человека. Главное, есть люди, которые работают над собой, ну, серьезно, чтобы что-то запоминать. У меня даже нет такого, на самом деле, желания. А вот. Самое главное, что вот Аня... Она русские именно фамилии вообще не запоминает. Но я рассказывала, что когда она шла в первый класс, моя мама каждое утро, все лето, уже знали, как учительницу будут звать, как у класса, там будет все. И каждое утро моя мама, Ань, побудила, спрашивала. Аня, как будут звать твои учительницы? Она выдавала каждый день, наверное, разные, на полном переводе. Показания. Показания, да. А я очень плохо запоминаю художников. Ой, там будет очень яркое солнце. Да. Художников, скульпторов. Прямо вот. Причем, если я вижу... У вас лямочка. Ой, прошу. Все. Если я вижу несколько картин, я даже знаю, кто художник, но часто забываю фамилии. Вот мой первый муж, он мне всегда говорит, а он очень хорошо запоминался, вот он мне всегда говорил, твоя сила не в том, чтобы помнить, как кого зовут, а твоя сила в том, как ты можешь описать это произведение и какое впечатление это произведение на тебя, как подействовало. Ты очень эмоционально можешь это все описать. Так что, скажем на свое. Мы можем очень эмоционально описать. Смотрите, какой фонтанчик. Действительно. Какой фонтанчик. О, фонтанчик прямо из земли идет. У нас примерно аналогичный фонтан в... Как называется? Рядом с парком Горького. А, поняла. Музеон. Музеон, да. Парк Музеон. А вот это, наверное, эфирия. А, наверное. Ну, так это тогда центр-центр. Ну, здесь это храм и храм. Ну, конечно, какой-то храм красивый. Музеон. Да. Вот к этому сападелю я не подготовилась. Ничего не могу вам рассказать. А мы просто поездили здесь. Да. Были и решили походить здесь по центру. Просто поглазеть нас все вокруг. Ну, я не знаю, как я просто читаю. Да, ставинки очень красивые. Такие лапочки. Ну, очень интересуемся. Мы вот здесь ходим и видим, что местные жители, когда разговаривают по телефону, они почему-то, ну, не так мы уху прикладывают и говорят, я не знаю, в динамике. Они вот так вот несут телефон. И мы наушников не видим в этот момент. Мы понимаем, во-первых, как все-таки они слышат, как из телефона, кто им что там говорит. Нет, вот этот человек идет разговаривать нормально. Кстати, мы в магазине, который у нас был медиамаркет. Сейчас его убрали, да? Ну, да, по-моему. Телефоны, представляете, вот такие маленькие по 11 евро. У нас уже, по-моему, такие не продаются, да? Не, ну, где-то, наверное, продаются, да. В общем, если вы знаете, почему испанцы так разговаривают по телефону интересно... Чтобы их не перебивали, я прям не знаю. Я не знаю. В общем, у нас очень много версий и абсолютно все, по-моему, неправильно. Что-то раздают. Мы зашли в Икею, чтобы покушать. Вот нам тут случилось по дороге. Я взяла лазаньи, представляете? Да, мам, конечно, не любят лазаньи. Есть нечего. А взяли суп, потому что мы почему-то дико захотели суп сегодня просто вообще. И я взяла брикадельки. Причем мне первый раз сделали нормально все. И соус, и джем, и флаг, да, все замечательно. Приятнейшего аппетита. Это уже следующий день. Сегодня у нас потрясающий просто завтрак. Вот такие бутербродики с яичницей и грибочками, и авокадо. И клубничка. Приятнейшего аппетита. Вчера был нереально солнечный день, а сегодня облать как набежали. И солнышко почти везде не видно, прям такого яркого. Но все равно очень. Хорошо. Не скажу, что тепло сегодня. Ну, не скажу, что жарко прям, как вот было вчера-позавчера. Ну, градусов 12, наверное, 20. Ну, я даю вам какой-то вкусный обед. Обжаривает баклажанчики. И, видимо, это... Папарацци проклятые. Ты, видимо, это тоже больше размаливает, да? Я ничего не видела. Может, я снесу, что я не понял. А что у нас вот здесь? Уже ничего. И на обед у нас просто шикардосную рагу, сатэ. Фиг знает, как его зовут. Ну, очень красиво выглядит. И индейка на кости. Это кто? Булгур или кускус? Булгур. Булгур. Мы хотели вам сказать, что у нас в воскресенье, если вы еще успеете посмотреть это видео, в воскресенье у нас переносится прямой эфир, с двух часов переносится на пять часов по московскому времени, в 17.00 по московскому времени. Вот, пока я не забыла. А почему? А мы еще не рассказывали. Мы расскажем вам в воскресенье. Точнее, в понедельник вы получите видео и узнаете, почему это все произошло. Вот. Ну что, дни были интересные. Мы в Сабады съездили и... Пупсичик мой. А, мы только еду не закупили. У нас еды вообще в доме нет. Потому что не было сел. Да, мы сейчас вечером консервировано... Аня, по сусекам поскребла, крекеры нашла, кукурузу, панахи. Еды нет. Вот, так что надо будет, не знаю, завтра. Завтра, потому что в воскресенье... Нет, завтра не получится. А в воскресенье никто не работает. О-о-о. А завтра не получится. Там-да-да-дам. Ну, в общем, что-нибудь придумаем. Да. Пишите, как вы собираетесь провести выходные. Какие у вас планы. Всех поздравляем с календарным первым днём весны. Ура! Радость. Радость к нам приходит. Радость к нам приходит. Вот, хоть это и не Новый год. Ну, и мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко-крепко. Крепко-крепко-крепко-крепко. И желаю вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. И прекрасных выходных. Пока-пока. Пока-пока.